Ассалам алейкум, в эфире телеканала ННТ новости Дагестана, в студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Праздник превратился в трау. Смертельная авария с участием машины свадебного кортежа. Подробности через минуту. Плов на тысячу человек и не только. Об очередной гуманитарной акции Дагестана в зоне специальной военной операции смотрите в выпуске. Домашнему насилию нет. О чем еще говорили участницы конференции в Муфтияти Республики, расскажут наши корреспонденты. Борьба без ограничений. В Махачкале подведены итоги финального этапа турнира по грепплингу среди студентов духовно-образовательных учреждений. Трое молодых парней погибли в результате аварии в Карабутахкенском районе. Отставший от свадебного кортежа водитель ВАЗа 14-й модели, пытаясь наверстать упущенное расстояние, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мерседес» под управлением 39-летнего жителя Левашинского района. Водитель легковушки и двое его пассажиров, жители поселка Манас, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте. Делегации из Дагестана в Запорожской области. В городе Мелитополь помощник главы республики Магомед Гаджимагомедов и представители СМИ региона передали гуманитарную помощь военнослужащим. Здесь же для бойцов, находящихся на передовой, приготовили на костре ароматный плов на тысячу человек. Также делегация встретилась с дагестанскими учителями, которые преподают в школах Запорожской области. В начале учебного года педагоги из нашей республики по программе оказания помощи освобожденным территориям отправились в зону специальной военной операции. Преподавателям, ответственно выполняющим свой профессиональный долг, вручили благодарность от муфтията Дагестана. Поездка была организована по поручению главы региона Сергея Меликова. «Если какие-то проблемы, если по нашим возможностям будем помогать, если у кого-то есть дома острые проблемы, поддержим. Вот для этого я сюда приехал. И с гуманитарной помощью тоже. Ну, еще в дальнейшем тоже мы приедем к вам. Так что дай вам здоровья и живое здоровье, чтобы вернулись домой. Вот самое главное, да. И не забывайте, у вас, конечно, дома у всех. Эти, семья, жены каждого. Так что берегите себя, братья мои. Вот самая главная цель. И с победой. Давайте, всего хорошего. С победой домой. Каждый педагог, неважно педагог, все мы, которые сидят сегодня в нашем зале, все те наши соратники, коллеги, братья по оружию, братья вообще в целом и сестры, они объединены честью. Честью быть достойным дагестанцам, готовым отдать не только свою жизнь, но и в целом самого себя, во благо родной отчизны. Дагазификация продолжается. Накануне сотрудники компании «Газпром» Межрегионгаз Махачкала проверили ход выполнения работ по проведению новых газовых сетей в Хасавюрте и на Валакском районе. В продолжении темы сюжет наших корреспондентов. Газ до каждого дома, до каждого абонента. На участке газопровода в поселке Ветеранов города Хасавюрт проведение трубы протяженностью более 120 метров было начато по факту всего лишь одной заявки. Как только я переехала, я сразу подала заявку на дагазификацию, чтобы газ провели мне. Через год провели, больше года. С газом, конечно, очень хорошо. Без газа мне было плохо. На электрической печке в этой комнате я жила. Отопления не было. В зимний период было очень холодно. У меня трое детей. 39 температура. Холодно. Вот так жила. Как провели газ? Очень хорошо. Все комнаты теплые. Хорошо на ночи. Получается, сейчас на этой улице, на данный момент, только в вашем доме жду, да? Да. Получается, лично из-за вашей заявки? Да. Хорошо. Спасибо всем, кто принял участие, чтобы провести мне газ. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Сейчас проблем, как мы видим, с давлением, с подачей газа отсутствуют. Да, все хорошо. Алхамду лилла. Все хорошо. Стоит отметить и программу субсидирования льготных семей, по которой предусматривается возмещение на затраты газового оборудования до 100 тысяч рублей. Находимся мы в поселке Ветеранов, улица 16, дом 21. Работа была здесь сделана с нуля. Имеется в виду, построена газовая провод с нуля. Здесь вообще газового провода ничего не было. Была только заявка абонента протяженностью 124 метра диаметром 57. Это на данный момент закончено 124 метра. Это, да, в данный момент закончен объект. Полностью мы его построили в течение недели, покрасили все, бетонирование опором, и все мы его сделали. И пусть газа подали. Как мы понимаем, в скором времени же еще планируется до конца улицы тоже дотянуть, да? Да, есть еще заявки, пару заявок. Дальше имеется в виду, еще метров 50. Уже обрабатывается. Вот на прошлой неделе подали заявку, уже обрабатываем. Уже будем дальше тянуть уже к этому абонентам. Абонентам нашим нужно самое главное подать заявку в ГРУ по месту жительства. С собой нужно иметь зеленку на землю, зеленку на здание. И там есть перечень, состав семьи. Вот это основные документы, это зеленка на землю и зеленка на здание. С этим бумагом можно подать по месту жительства ГРУ. Заявку подается, там принимают заявление, все. Загружать его общий этот, с ним делать договор. И вот с этого минуты, с этого момента, это уже получается наш абонент, и мы начинаем по нему работать. Там сроки бывают от регулятора, если шкафник, там чуть больше срок идет. Если нет шкафника, сам газопровод, там чуть меньше, более трех месяцев. Ну, за это время уже мы начинаем строить газопровод в Абонентах. Следующий объект осмотра газопровод в селении Тухчарного Лакского района протяженностью более 750 метров. Работы на данном участке идут с опережением графика. Их завершат уже к концу года. Данный заявитель, когда программа уже началась по газификации, в основном были информированы администрации. Они предоставляли заявку, он через администрацию к нам обратился, представил все необходимые документы, и мы его сразу включили. Был заключен договор, и по срокам все начали работать и идет газификация. Я бы сказал, раньше, чем сроки. По договору у него даже в 23-м году идет подключение, но газификация раньше времени начали и идет нормально. Да, мы сейчас в Новолазском районе. По Новолазском районе мы уже построили три объекта. Это у нас четвертый объект. Но здесь объект у нас хороший, вы сами видели. Более 750 метров протяженности. Да, и этот шкафник нужно устанавливать, ПРГ. И здесь у нас объем работы хороший, да, вот имеется. Вот на этом промежутке у нас почти 7-8 арок тоже. Ну, я надеюсь, что мы до Нового года этот газопровод построим, покрашим, и вот абоненты пусть газа тоже делают. Напомним, что в республике продолжает действовать программа по догазификации. На данный момент принято 2412 заявок. 50% обратившихся абонентов в газовые сети уже доведены до границ участков. Карим Гамаев, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Дагестан. Книжному женскому клубу «Княгине» исполняется год. Мероприятие, приуроченное к памятной дате, прошло накануне в Махачкале. Всего в «Княгинях» около 600 представительниц прекрасной половины. Обязательное условие для участниц – это чтение 30 минут в день. Тем, кто не справился с этой задачей или пропустил очередной сеанс изучения книг, начисляются штрафы, которые идут на благотворительность. Поздравить клуб со скромным юбилеем пришли и почетные гости во главе с советником Муфтия Республики Айной Гамзатовой. Роль женщины в современном обществе. Мероприятие под таким названием прошло в конференц-зале Муфтията Республики. Среди основных спикеров известны в Дагестане чиновницы и общественные деятели, а также эксперты-психологи. Участницы обсуждали проблемы семьи, материнства и тему домашнего насилия. Организаторами конференции выступил Муфтият совместно с Миннацем Республики. Все подробности у Айши Тухаевой. Тон довольно откровенному обсуждению известных проблем задала советник Муфтия Айна Гамзатова. Она коротко, но емко обозначила основные направления предстоящей дискуссии. Сегодня здесь собрались представители государственной власти, духовенство, отделы просвещения Муфтията. Это разная категория женщин, которые с совместными усилиями, я думаю, смогут очень много полезного на будущее сделать для дагестанского общества. В круг вопросов, обсуждаемых на конференции, вошло положение женщины дома, на работе, то, как правильно воспитывать девочек для того, чтобы жизнь их складывалась успешно и счастливо, как благотворно влияние межнациональных браков, какая одежда мусульманок соответствует реалиям нашего региона. Женщины и дети долгое время не обладали самостоятельной правосубъектностью в рамках уголовного или гражданского процесса. То есть, говоря простыми словами, они не являлись самостоятельными участниками, субъектами права. Государство, формально декларируя равенство, формально декларируя равные права, по сути, все полномочия правовые передавало мужчине, в том числе в отношении членов его семьи, детей и женщин. Что же предлагалось женщинам? В праве, это не лозунг, в праве, женщины и дети были движимым имуществом или движимой собственностью. Вот сейчас нам, знаете, даже смешно об этом слушать, и очень странно, вот женщины сидят, улыбаются, а ведь вполне научные издания доказывали вредность профессии для женщин. Вредность, то есть прямо писали, что нельзя, не способен женский организм заниматься никакой профессией. Более того, даже цитату приведу, тяготы высшего образования истощают женский ум и пагубно влияют на психику их детей. То есть, понимаете, люди пытались найти научные еще обоснования тому, что женщина образованная не то, что не должна быть, она вообще, это зло, и это, еще раз говорю, наших вот в европейском мире, в западном. В половину всех опросов, не надо тут говорить об этом, конечно, на вопрос о будущем, о профессии, о состоянии, о будущем своем, девочки отвечали, я выйду замуж. Все. Конференция объединила женщин разных профессий, вероисповеданий, национальностей, главный посыл. Роль женщины в обществе огромна. Просто нужно помочь ей осознать это, помочь выработать собственную самоценность. И как эту ценность донести до понимания мужчин. Вообще, немножко возмущает вот эта постановка вопроса. Роль женщины. Я никогда, может, я ошибаюсь, вы меня поправите, я не слышала о таких конференциях, где говорили бы роль мужчины в современном обществе. Я не слышала такое. И вот меня коробит, я не знаю, может, я неправильная женщина, неправильная дагестанка, может быть. Но всегда вот такая установка. Всегда мы разбираем, что должна женщина, что она не должна, как ее там освободить от чего-то. Вот сама постановка вопроса оскорбляет, унижает меня как человека. Я не знаю, чего меня надо освобождать. Я такой же полноценный член этого общества, как другие люди. Люди. И Всевышний, ну так создал нас. Одни мужчины, другие женщины. И не создал одних преимущественно лучше, чем другие. Нет. Он создал нас дополняющими друг друга. Дополняющими друг друга. Я не богослов тоже, Марина Юрьевна. Но здесь есть теологи, они поправят меня, если я что-то не так говорю. Дополняющими друг друга. Не лучше один другого, не хуже один другого, не ущемляющий один другого, а дополняющий один другого. Это Коран. Терпеть домашнее насилие нельзя. Удерживать женщину в той семье, где это происходит, не нужно. Ведь там же дети, которые чувствуют себя несчастными. Эту мысль Айна Гамзатовой поддержали все участницы конференции. Еще один важный вопрос. Воспитание маленьких девочек. И тут было, что рассказать психологам. Вот прямо придет ребенок, придет мама, и мы будем показывать, что значит ценность девочки. Как ей отвечать. Как работать с эмоциями детей. Почему они так важны, эти эмоции. Как справляться с этими эмоциями. Как не копить это все. Потому что накопленные вот эти эмоции, невыраженные, к сожалению, на сегодняшний день приводят к депрессиям, паническим атакам. И каждый третий практически страдает вот этими симптомами. Все идет изнутри, из самой базовой ячейки общества, из семьи. И наша задача именно посмотреть вглубь семьи и спросить их, а как мы, психологи, теологи, педагоги, можем помочь семье преодолевать вот эти кризисы. Женщине, которая переживает кризис, находится в трудной жизненной ситуации, смогут помочь в духовном женском центре Марьям. Если случилась беда, которая вышла за пределы дома, это не позор. Это трагедия и беда, которой не нужно стыдиться. Женщина, умалчивая о своей беде и не имея нужной поддержки, осложняет свою и без того сложную жизнь. Вот это, что нельзя куда-то выйти, что нельзя получать образование, что нельзя куда-то выезжать, что нельзя что-то... Вот одеваться надо так, одеваться так нельзя. Вот эти все запреты, они и порождают желание свободы вырваться. Это как оковы. Они и хотят вырваться из этого вот всего нельзя, нельзя, нельзя из этих запретов. Обязана ты должна выйти замуж. Почему должна? Женщина хинькал должна варить, потому что она любит своего мужа. Не потому что она его рабыня. Потому что для меня это должно быть удовольствие. Мы часто там видим где-то, да, как мужчина с подносом идет с кофе. Почему он это делает? Он же не раб. Он хочет просто доставить радость. Точно так же и этот хинькал сварить, и чай поставить, и все остальное, и выйти замуж. Она должна, потому что, когда ее сердце говорит ей, что это надо, а не потому что ее как товар выставили, нашли там жениха побогаче и продали. Это какое-то, ну, это такое средневековье. Знаете, сегодняшнее мероприятие, оно действительно уникальное. Уникальное по формату, по кругу вопросов. И более того, те вопросы, которые сегодня обсуждаются, мне кажется, они и дадут толчок к правильному развитию психологической службы оказания помощи женщинам. Именно на современном этапе, именно в тех формах, которые будут эффективны и наиболее, так скажем, воспринимаемы и женщины. После завершения официальной части гости конференции отправились на представление, организованное в Кумыкском театре. Там прошел показ современной одежды мусульманки в этно-стиле, а также в свадебных нарядах. Мероприятие удачно дополнило красивое исполнение нашидов. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Халид Ахмаев, новости ННТ Махачкала. Борьба без ограничений. В Махачкале подведены итоги финального этапа турнира по грепплингу среди студентов духовно-образовательных организаций. Победители в городском центре единоборств определяли в семи весовых категориях. Всего было около 150 участников. О победителях и призерах расскажет Курбан Рагимов. Ему слово. Яркие броски, приемы и захваты. Грепплинг часто называют шахматами на татами. Это спорт для думающих людей. Борьба в партере полюбилась Рамазану Амарову сразу. Студент пятого курса Дагестанского Исламского университета тренируется ровно год, но уже достиг больших результатов. Каждый день ходил, так получалось. Понравился вид спорта. Много думать надо. То есть не все решает физическая сила? Да, да, да. Много думать надо. В прошлом году ICB мир выиграл. Потом в этом году, ну, самый высокий результат был в этом году. Второе место на чемпионат России и норматив на стереоспорте выполнен в этом году. Вторым стал. Если учебе мешает, то, конечно, оставлять надо. А так пока не мешает, надо тренироваться. Первый турнир среди студентов духовно-образовательных организаций собрал около 150 участников. Главному этапу предшествовал отбор на местах. В Махачкалу приехали финалисты из четырех территориальных округов. Отдельным составом был представлен столичный ДИУ. Организаторы уверены, спорт не мешает учебе, а наоборот стимулирует студентов. Я бы подчеркнул, именно те студенты, которые занимаются спортом, они и бывают отличники тоже. Это наоборот разгружает и морально, и психологически, это наоборот помогает. Грэпплинг, во-первых, по одежде он приветствуется исламом, и во-вторых, увечья и травмы здесь тактически, скажем, не бывают, мало травмируются. Финальные встречи должны определить победители, однако каждый из участников уже чемпион. С такими словами к студентам на церемонии открытия обратились почетные гости турнира. Молодцы, что занимаетесь спортом, учитесь, это самое важное. Вы наше будущее, мы на вас надеемся, что вы покажете не только здесь, на ковре, успехи и за ковром. Самое главное, ваши успехи будут за ковром, ваша учеба для нас очень важна. Учитесь, тренируйтесь, здоровый образ жизни, это всегда супер. Я вас поздравляю, вы уже чемпионы, вам успехов и удачи. За схватками следили известные дагестанские спортсмены. Среди них медалисты Олимпийских игр, триумфаторы международных турниров по самым разным видам спорта. Титулованные гости отметили высокий уровень мастерства студентов. Честно говоря, я думал, что это профессиональные спортсмены. Я был удивлен, когда сказали, что эти ребята муталины. На самом деле, видно, что у них есть большое мастерство, и они умеют бороться. Вы видите, и всем это интересно. Мы всегда с удовольствием большим, с удовольствием принимаем участие, и чем мы можем, поддерживаем, помогаем. В начальном этапе турнира были ребята, которые приемы не все знают. Но финалисты, это, можно сказать, профессионалы. Это не просто студенты, это ребята, которые уже на самом высоком уровне выступают. И приемы там, они могут любого уровня исполнить. Я скажу, что эти ребята выступают не первый год, и выступают не только по грепплингу, они по другим видам спорта выступают. И я думаю, для этих ребят, которые изучают исламские науки, исламские знания получают, также они немалое время уделяют для тренировок. По итогам дня лучше других себя проявили представители ДИУ. Столичная команда выиграла пять из семи медалей высшей пробы. Победителей турнира наградили денежными премиями и другими ценными подарками. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Всего доброго, до скорых встреч в эфире. Продолжение следует...